Абсолютно незаконно. Если даже это исходит от парламента, я считаю, что это неприемлемо. Так нельзя себя вести. Во-первых, это коллегиальный орган, мы сами должны все это решать. Если это решение закрыто, значит он закрыт. Если не закрыто, значит вообще по закону на решение или на сессию любой может гражданин Абхазии прийти, если есть место, сесть и присутствовать. Потому что это народное собрание Республики Абхазии. То есть там избранные люди народом, людьми. Любой избиратель имеет право присутствовать на заседаниях в том случае, если это не закрыто. Скажите, пожалуйста, как каких-то журналистов пускают? Троих журналистов из Идучания не слышали, и меня не пускают на заседание. Вы как-то пытались ставить этот вопрос? В чем дело? Вы наверняка знаете мое выступление в парламенте. Я думаю, это не секрет. Я выступил, потому что это так вопрос ставить в таком ключе, что избирательно приглашать журналистов, те, которые говорят, что им нравится, так не бывает. Кому-то что-то не нравится, кому-то нравится. Выбирать по себе, по сердцу журналистов, наверное, это неправильно, я так считаю. Журналист, он готовит журналист, чтобы говорить то, что он видит и как он это понимает. Единственное, конечно, я опрослю бы журналистов, чтобы не переходили на личности, на оскорбления, чтобы этого не было. Так, мнение журналиста по тем или иным вопросам, это его право, это именно этикет журналиста, его это работа. Он должен освещать так, как он это видит, он может свои комментарии давать. Я полностью поддерживаю вас в этом плане, и я в этом плане уже высказывался на сессии парламента. Когда-нибудь были факты, что журналисты переходили на личности и кого-то оскорбляли? Что вы имеете в виду под этим? Ну, во всяком случае, мои коллеги считают, что в тех или иных случаях было личное оскорбление, но, во всяком случае, они так увидели. Могут они ошибаться, не ошибаться, это уже виднее. Наверное, вы должны какое-то или заявление сделать, или какую-то программу, может быть, провести, или встречу, или прямой эфир. Ну, вы должны как-то высказаться об этом вопросе, я так считаю. Союз журналистов обратился с письмом к спикеру Лаше Ашева и попросил объяснить причины недопуска журналистов на заседание сессии парламента. Вы что-нибудь знаете об этом письме? Нет, я не знаю. Как ваши коллеги отреагировали на то, что вы подняли вопрос избирательного недопуска журналистов на сессии? Я знаю, как я отреагировал, как другие отреагировали, но это надо будет их спросить, каждого, наверное, если есть у вас такая возможность, поинтересуйтесь вообще, насколько у них мнение совпадает с тем, что я говорил на сессии парламента. Я знаю, что я сказал, я как бы уже повторяться не буду. Седьмого числа предстоит сессия, и на слово не пустят, мы останемся у забора стоять. Ну, во всяком случае, я еще раз этот вопрос буду поднимать, но есть компетентные органы, во всяком случае, они де юре существуют, поэтому эти вопросы должны разрешать, насколько они де-факто занимаются этим вопросом, это вы сами знаете. Ну что, мы так живем сегодня, как голосуем, так и живем.